Здесь написано, возьмите Рождество с собой домой и Глинтвейн. Вот такая таблица. А у входа в торговый центр меня встречают такие красавицы. Я только-только зашла. И сразу радость такая появилась, освещение, ёлочки нарядные, подарки под ёлочками. Вот стоят в таком кружочке. Пройдём дальше. Это ещё только начало. Вот такие красивые серебристые зелёные шары и подарки такие под ёлочкой. Вот такой большой торговый центр. Я немножко сделаю видео. Покажу, как тут у нас нарядненько. Вот огромная такая ёлка под самый потолок. Видите верхушка где? Вот шары огромные на ней, подарки. Маленький Санта-Клаус где-то. Ёлки здесь через каждые 10 метров. Вот такой трон подготовили. По-видимому, для Санта-Клауса. Я видела, что люди садились и фотографировались. Красивый, прям царский. Хочется любоваться и не отходить от этих мелочек. Такие подарки. Прям бери, распаковывай и с собой забирай. Здесь есть столики, где можно сесть отдохнуть, покушать. Как и в любом торговом центре. Отдохнуть, кофе выпить. А я пока ёлочками любуюсь. Пришла в магазин купить кое-что. Новогоднюю атрибутику. Но прежде чем я это сделаю, я полюбуюсь вместе с вами. Вот здесь уже мишура, дождь. Это перед входом в отдел. Куда мне нужно зайти. Сапожки. Прям хожу и улыбаюсь всему. Вот такая новогодняя атрибутика. Новогодние сувенирчики. Полки, вот видно, будут ещё пополнять. Я кое-что себе присмотрю. Мне нужно перед входом в дом что-то поставить. Маленькие фигурки на окошечке, на камин, на подоконнике. Ой, какие красивые олени. Ангелочки симпатичные. Ангелочки симпатичные. Ручки сложили свои. 6 декабря. Николаус день. Вот и сапожки деткам. Напольные игрушечки. У камина поставить красиво. Фигурок очень много. Но это уже всем нам знакомые шары. Без них не обойтись. Вот эти игрушки, или как сказать, приготовленные из веточек. Покрашены, посыпаны таким блестящим. Шары и маленькие, и громадные. Снеговичок красивый. Вот такие веточки. Я тоже уже кое-что присмотрела. И ним кое-где как бы осыпанные снежинки. В общем, все, что кого интересует, что кому надо. Это свечки. Можно тоже посмотреть. И потом даже в подарочки добавить подсвечки. Я тоже люблю вот такую мелочь. Без нее никак не обхожусь. Всегда из магазина. Но что-нибудь домой принесу. Даже не в праздничные дни. Вот теперь такие наклейки. Вы знаете, вот снежинками белыми или голубыми, вот такими. Я люблю украшать окна и балконные двери. В квартире становится празднично, красиво. Упаковочные пакеты самые разнообразные. И здесь декорации такие мелкие, покрупнее. В общем, нужно время, чтобы это все-все хорошо посмотреть. Вот они, снежинки, о которых я говорила. Я сейчас все посмотрю, а потом уже начну в корзину бросать все то, что мне нужно. Вот эти мягкие игрушки я потрогала руками. Они чем-то наполнены. Это для рукодельниц тоже несложно сделать, кто занимается такими вещами. Но я не рукодельница. Я этого делать не умею. Но любуюсь с большим удовольствием. Когда у девочек на каналах вижу, что-то сделано своими руками, радуюсь за них. Здесь уже более такое яркое. Вот они, сани Санта-Клауса. Новогодние атрибутики. Очень много есть, что выбрать. Посмотрите, какая красота. В рядочек стоят лошадки. А вот это уже все вкусненькое, шоколадное. С разными наполнителями. Вкусняшки. И красивое, и вкусненькое. Вот такое. Видите, я же сказала, что Николау здесь. Вот такие мешочки для деточек. Тоже в корзинку пойдут. Вот это шоколадное. Такие достаточно тяжелые в руке. Красивые, расписные, гладенькие. Красиво. Тут игрушечки какие-то такие мелкие. Такая сумочка интересная. Ах, у нас в детстве не было такого жалко. Набросала себе в корзину кое-что. Здесь еще раз мы посмотрим елочки в зале. Можно любоваться, приходить каждый день. Хотя дома у нас тоже елочка уже есть. Детки радуются. Они ее сами срубили. Видео я вам показывала. Сами выбирали. Папа им срубил. Вот выходим на улицу. Перед торговым центром есть такая ель. На нее просто еще огоньки повесили. Украшать, конечно, еще будут. Вот такой аттракциончик небольшой. Перед центром деткам покататься. Видите, вот там палатка. Продают горячее вино, сосиски, булочки. Если бы сейчас была не одна, мы бы подошли. Но одной как-то не хочу. Друзья мои, обнимаю вас. Желаю вам уютного, теплого вечера. Продолжение следует...